Я не считаю, что я офигительный. Единственное или одно из немногих достоинств в том, что я просто умею ждать. Я не идеальный отец. Я пробовал кокаин и я пробовал травку. Он приперся на площадку с пистолетом. Если бы не охрана, в это невозможно поверить просто. Так не бывает. Секс с мужчиной. Да отличный дом, прекрасные консьержи, соседи замечательные. Один Эрнст чего стоит? Ты не охуел чужие фотки ставить? Ты заебал, кто ты, урод? По-моему, вот здесь должно быть так, а здесь вот так. Вот это законно, а это незаконно. Я здесь никто в этой стране. Я не хочу жить в прошлом. Я не чей-то муж. Я – это я. Хеллоу. Столько приготовлений. Здравствуйте. Привет, привет. Как будто здесь и нету камеры. Как бы я случайно зашла. Привет, Дмитрий, как живешь? Проходи, пожалуйста. Все отлично. Добро пожаловать. Ну да. Это мои две девочки. Это Лу. Это Ту. Это две девочки. Не кусаются? Нет. Сама нежность. Ну что, тапки как? Тапки как? Надевать или можно? Или босиком можешь остаться так? Ну как тебе удобнее. А то вот я к Малахову пришла, не сняла обувь. Меня потом все засрали. Что я хавка. Ты в сапогах, он босиком? Да, что он босиком в сапогах. Поэтому как ты скажешь, так и будет. Чувствуй себя как дома. Проходи, пожалуйста. Вот ты никогда не догадаешься, как я первый раз от тебя узнала. Давай. Мы готовили с Константином Эрнстом проект «Последний герой». Если ты помнишь, вот какой ты уже прошел у меня на первой. И он меня пригласил пройти кастинг, вести этот проект. Это другая Ксения Собчак. Добро пожаловать в рай. Премьера сезона «Последний герой». И в его кабинете, когда мы обсуждали этот проект, он вдруг включил телевизор и говорит, «Слушай, я тут из Минска классного парня нашел. Посмотри, мне просто интересно. Тебе нравится, нет?» И включил какую-то твою программу. Жой, спасибо. Там почти заскучал Дима Шепелев. Я уверен, ему есть что сказать. Дима, говори. Я так стеснялся, слушайте, не поверите. Благодарю. Ну, видите, это уважение уже, да? Когда-то мне давали только один микрофон. Фантастик. Который ты вел на другом канале. Вроде хороший парень. Вот я нашел, мне понравилось. Вот так я тебя узнала. У этой славы, у этого приглашения на работу очень много отцов. Я эту историю слышу от разных людей. И очень многие приписывают себе то, что это они заметили, шепнули Константину Львовичу. Он увидел и сказал мальчика сюда. В общем, я слышу много интерпретаций. Ну, а в какую ты веришь? Кто шепнул все-таки Арц? То есть кто-то должен был шепнуть. Он же не ресерчит сам по этим сайтам. Я реально не знаю, я верю в то, что со мной произошла фантастическая ситуация, в которую вообще невозможно поверить. Я жил в Украине, подживал в Беларуси. Мне надоело ездить, путешествовать. Я решил собрать вещи и переехать в Киев. И вот я еду. Я прохожу границу. У меня машина завита чемоданами. Мне звонок с российского номера какого-то. Незнакомого. А вот я вот все, еду. Они говорят, у вас завтра встреча с Константином Эрнстом. Я говорю, я не приеду. А почему? То есть они вообще даже не ожидали, что и могут отказать. Я говорю, вот я просто переезжаю физически и не могу приехать. Мы договорились, что я приеду через день. И это абсолютная фантастика, когда ты просыпаешься в одном городе, ты садишься в самолет рано утром, прилетаешь в Москву первый раз в жизни и оказываешься в кабинете Эрнста. Так, скажи-ка, что было на этой встрече? Просто вот сам этот контраст с того, что ты живешь своей привычной жизнью, работаешь на музыкальном канале и оказываешься в кабинете Эрнста. В это невозможно поверить просто. Так не бывает. Так, что он тебе сказал? Здрасте, здрасте. Здрасте. Ну я трясусь, ты понимаешь? Ну понятно. Бледный, холодный, мокрый. Ну я вообще не верю в то, что это происходит. Никаких прелюдий не было. Мы хотим предложить вам эксклюзивный контракт с Первым каналом. Прям вот так сразу. Не то, что давайте мы вас попробуем, кастинг. Я отвечаю, не могу. Почему? Я говорю, у меня есть обязательства перед украинским каналом, на который я в тот момент работаю. Он у меня, значит, этот канал, контракт с ним до декабря. После декабря я могу. Он говорит, мы вас подождем. Мы пожали друг другу руки, разошлись. Мы следили следующий раз в январе и подписали бумаги. Круто. Это необыкновенная история. Я сейчас, когда это вспоминаю, мне в это не верится, если честно. И если бы я знал, что надо ценить редкие секунды встреч с Константином Эрнстом, потому что после этого мы виделись крайне редко. Ну что, прекрасный домик. Спасибо. Я с этим домом и с этим подъездом связана очень смешная история. Значит, мы когда выбрали эту квартиру, наконец, когда очень сложно найти подходящего размера и в нужном районе. В общем, мы уже подписали документы. Уже я отдал деньги за эту квартиру. И выходит женщина, которая жила в этой квартире до нас, говорит, замечательно вам будет здесь. Вы не пожалеете ни секунды. Отличный дом, прекрасные консьержи, очень удобный, чистый подъезд, соседи замечательные. Один Эрнст чего стоит? Да ладно, ты шутишь, здесь живет Эрнст. И я, когда это услышал, мне говорят, ты был вообще белый. Я говорю, как? Эрнст? Она говорит, да, надо мной. Прямо, значит, будет жить над вами. Если бы можно было забрать деньги, я бы забрал. Ну, подожди, может, она наврала? Реально здесь жил Эрнст? Да, она не наврала. Да ладно, ты шутишь, ты прям видел его. Когда я подписывал, значит, бумаги за парковку, тут, значит, каждый житель платит за парковку, я вижу там фамилию моего руководителя. Ты не представляешь, как мне было страшно. Как я не хотел, возвращаясь с работы, значит, с ним встретиться. Потому что, ну что я ему скажу? Как я могу жить в одном доме со своим руководителем? Ну как я ему объясню? Так, во сколько Эрнст приходит с работы? Мы не встречались вообще за то время, что он... Может, вранье было. Может, знаешь, говорят, в нашем доме живет, понимаешь, Путин или Собчак или там еще кто-то. Это же люди понтуются таким образом. А жена Константин Львовича здесь случайно оказалась? А, то есть жену ты встречала? Жену встречала. В общем, мы ни разу не встретились, больше он не живет в этом доме. Не знаю, по каким причинам. Но я почувствовал облегчение, потому что я так, знаешь, на своих детей еще никогда не кричал, чтобы они не топали по ночам, по вечерам. Тихо, то есть жили тихо. Очень тихо. И надеялись, что нас никто не затопит. Ну главное, что Эрнст не стучал по батареи. Так, твоя первая зарплата на первом. Уже после Малахова можно говорить все, потому что он сдал все карты. Поэтому давай колись. Вот сколько ты был в первый контракт? Он меньше был, чем на украинском телевидении? Или больше? Я понял, что после интервью с Андреем, значит, у тебя будут какие ответы? Зарплата меньше, чем у Малахова. Как у Малахова. Больше, чем у Малахова, но меньше, чем у Урганта. Вот что же такое? Ну там была гениальная шутка. У Вани Урганта после этого эфира. Я вообще не понимаю, зачем Андрей вот одной фразой взял и лишил сна Дмитрия Нагиева? Моя первая зарплата, я не помню, она была где-то 1300-1400. Но это было 10 лет назад. Ну это тоже дофига 10 лет назад. Но больше, чем на украинском телевидении. Да, конечно, это были большие деньги. И это было головокружительно. У меня началась совершенно другая и новая жизнь. Сколько ты зарабатываешь сейчас? Это зависит. Я помню... Ладно, ты в штате, у тебя не зависит. У тебя должна быть раз в месяц зарплата. Вот об этой зарплате я говорить не буду. Вот хитрый человек, работает еще на Первом канале, уважает корпоративную этих. Слушай, ты знаешь, я работал на радио, когда я был подростком, прям ребенком совсем. И нас воспитывали, там вот прям так воспитывали, что никто не должен знать о том, сколько ты получаешь. И я это принял и с этим никогда не спорю. Я об этом не говорю. В чем твой успех? Как ты считаешь? Вот что в тебе такого? То, что вот у меня есть объяснение. Да? Мне интересно, есть ли оно у тебя. У меня его нет. Знаешь что? Не ври. Ты не мог об этом не думать. Вот чем я такой офигительный? Я не считаю, что я офигительный. Я считаю, что, наверное, мое единственное или одно из немногих достоинств в том, что я просто умею ждать. Говорит ли он правду? Мы узнаем после рекламы. Ксения, для вашего тона лица сегодня я смешивала наш новый натональный крем Everlasting Cute Fluid с легендарной сывороткой Double Serum. И такое сочетание дает идеальное слияние с кожей. И надеюсь, вам будет очень комфортно сегодня в течение всего дня вести вашу замечательную передачу. Класс, но он долго держится? Да, это линия Everlasting, супер устойчивое средство. Дадите. Конечно, конечно. По цвету, мне кажется, должен подойти. Он теплый, очень хорошо вас освежает. Надеюсь, что вы будете красоткой в кадре. Переходим к макияжу глаз. У меня теплый какой-то вот цвет. Да, 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 обязательно. Я начинаю с ресничного контура. Фредот лайнер. У него фетровый трехточный аппликатор. Какое у вас любимое Клоранс средство? Ну, тональные средства я нежно люблю просто с первой минуты знакомства с брендом. Ну что, спасибо, Клоранс. По-моему, к интервью я готова. Да? Я никогда не был любимчиком на Первом Канале. Я никогда не был номером один на Первом Канале. За мной никогда не бегали и не предлагали мне программы, контракты, давай. Такого никогда не было. Но при этом так получилось, что за свои 10 лет работы на Первом Канале я вел вел великое шоу «Достояние Республики» с Юрием Николаевым, грандиозное музыкальное шоу. Добрый вечер, дорогие друзья. И вновь в эфире шоу «Достояние Республики». Я вел развлекательные программы «Успеть до полуночи», «Минуту славы», главную развлекательную программу того времени. Сейчас так сложилось, что я веду прайм-тайм на Первом Канале. Вероятно, это просто стечение обстоятельств и какое-то терпение. Другого объяснения у меня нет. Я проследился. У нас хоть и ты понимаешь, да, что у нас одинаково завод. Абсолютно, конечно. Я, кстати, не собиралась. Греть, что мой Платон появился раньше твоего Платона. Но я тоже, у меня не было копипаста. У меня просто случилась удивительная история. Я знала про... Мы вообще не думали про это имя. У нас было три других имени. Но, если честно, Матвей, Марк и Андрей. Вот у нас было три имени. Мне все три нравилось. Но больше всего мне нравилось имя Андрей. Марк мне очень нравилось. Но мы его когда увидели, вот это реально так. Посмотрели, я поняла, что это не Марк. И не Матвей, и не Андрей даже. И прямо мы поняли, что вот Платон. У нас мы ни разу это имя, вот до момента, как мы его увидели, мы ни разу его не обсуждали. Мы по другому поводу, по другому принципу выбирали с Жанной. Значит, у нас с ней была договоренность, что мы перебираем имена до тех пор, пока не остановимся на том, которое обоим нравится. И мы тоже набрасывали. У нас было полно вариантов. Значит, мне очень нравилось имя Алан. Не могу... Ну, просто нравится имя Алан. Она говорит... Какой белоснежный мальчик Алан. Да. Ей нравилось имя Данила. Мне категорически не нравится Данила. Платон, первое имя, на которое мы сошлись, и больше не спорили. Пошли. Класс. Нет у тебя ощущения, что... Сразу скажу, я не сомневаюсь, что ты хороший отец. Но, знаешь, есть такая тонкая грань между быть и казаться. И в какой-то момент, когда ты, хороший отец, надеваешь на себя эту маску хорошего отца, ты становишься заложником уже вот этого образа хорошего отца. У тебя уже программы про это, YouTube-канал про это. Ребята, привет, я Дмитрий Шепелев, и я папа. Можно даже сказать, папка. Ты хороший отец, ты вот с сыном, ты один воспитываешь. И это становится, ну, щитом твоей витриной, а не реальной жизни. Я не считаю, что я выдающийся отец. И я честно об этом говорю. Когда делаю ролики в Инстаграме, или когда разговариваю со своими гостями на YouTube-канале в программе «Папки», я признаюсь в своих факапах. Я признаюсь в том, что я иногда там повышаю голос на ребенка. Я делаю такие ошибки, такие ошибки. Я часто нетерпелив. Я не идеальный отец. Идеальным отцом меня, возможно, воспринимают, потому что я не скрываю того, что я люблю своего ребенка. Я уделяю ему время. Мне это по кайфу, мне это нравится. Добро пожаловать. Уютно. Прекрасно. Более чем, конечно. Модник у тебя, скажи. Слушай, модник я. И я не могу остановиться. Я покупаю, покупаю и покупаю. Вот это я тебя понимаю. Вот это же невозможно удержаться, когда вот это все клетчатые пиджачки. И все, ты знаешь, одевается один-два раза часто. И потом я с удовольствием дарю эти вещи кому-то. Слушай, ну вот я смотрю, у тебя Zara и так далее. А ты какие-то дорогие шмотки детские покупаешь? Да. Там вот Gucci. Ну вот у него Ralph Lauren, например, висит, если это имеет значение. Да, да. Но я вот как-то стараюсь, знаешь, наоборот, не покупать дорогую марку с детства. Потому что я понимаю, что потом он вырастет. И вот это меня всегда очень настораживают дети. Понимаешь, вот такой пиздюк, уже весь в Gucci. Да, это прям меня... Мне кажется, что... У нас все жара. Мне очень нравится, когда замес дешевой одежды и дорогой одежды. И я, ты знаешь, что-то в прошлом летом я купил ему босоножки, ну вот летние сандали Gucci. Он вырос из них давно. А я говорю, носи, носи. Он реально надел их там один-два раза. И это, ну, мне было грустно, понимаешь, из-за того, что он носит это редко. Но он помнит или тебе приходится рассказывать про него? Для меня очень важно, чтобы он понимал, что у него есть мама. Что она, пусть и не находится вот непосредственно в близости, он не может ее обнять. Но она у него есть. Он не один. Что мама есть. Поэтому фотографии, поэтому... То есть он это ставит? Безусловно. Я стараюсь как можно больше о ней рассказывать. И наше окружение, я прошу, не рассказывать о том, какая она артистка, какая она певица. Вот эту вот всю публичную сторону я пытаюсь от него отдалить. Потому что для меня очень важно, чтобы он понимал, что его мама живой человек, любящая мама. Потому что она настоящая, а не вот то, что там видят другие на обложках журналов. А он не пытается кого-то другого? Ну вот все равно у ребенка же есть тяга, когда он лишается кого-то из родителей, кому-то передать эту функцию. Вот кому он пытается передать эту функцию? Мы самые близкие люди с ним. Ну вот с твоей девушкой он не пытается из нее сделать? Мама? Я не вижу этого. Мы настолько... У нас с ним настолько близкие, настолько доверительные отношения. Мы с ним каждый день и утром, и вечером, за редким исключением. Поэтому я думаю, что тут в этой ситуации я и папа, и мама. И пока меня это устраивает. Саду расскажешь всем? Саду расскажешь всем? Да. Тебе понравилось? Да. Это было круто? Да. Ты в чем-то порочный человек? Пороки? Да. Можешь рассказать про свои пороки? Нет. Мне ничего не приходит в голову. Может быть, я настолько скучный? Мне кажется, ты пиздишь. Скажу тебе честно. Глаза блестя, пороки должны быть. Я даже не был ни на одной этой вечеринке в Хаяте или где это происходит, когда там 12 этажей разврата. Не был там. Но зовут, надо сходить, вдруг откроется что-то. Буду задавать контрольные вопросы. Наркотики когда-нибудь употреблял? Я пробовал, но не употреблял. Это как? Простите. Ну, попробовал и все. Ну, пробовал употребить и не понравилось. Не понравилось. Мне не нравится, что я не контролирую себя. Мне дискомфортно в этом состоянии. Я пробовал кокаин. И я пробовал травку. И то, и другое. Нет. А что больше понравилось? Кокаин и травку? Мне не понравилось ни то, ни другое. Я попробовал и то, и другое один раз, когда был подростком, и больше никогда этого не дали. Подростком попробовал кокаин? Да. Мась, кокаин все в Москве пробуют, как подростком в Минске. В благополучном Минске. Где ты там под батькой нашел кокаин? Ну, блин, тебя обманули, какая-нибудь толченая картошка была, понимаешь? Порошок кокаин. То есть в Москве ты никогда не пробовал кокаин? Вот ты прям сидишь на голубом глазу, мне рассказываешь. Как говорят мои дети, крести сердцу. Никогда. Никогда. Окей, хорошо. В оргиях участвовал когда-нибудь? Нет. Секс с мужчиной? У меня даже секса втроем никогда не было. Так. Секс с мужчиной когда-нибудь был? Never ever. Крести сердце? Крести сердце, зуб. Расскажи мне про Катю. Это правда, что ты сделал ей уже предложение? Я могу официально и тебе первый подтвердить. Помогай, ты не любил. И сказать, что да, мы вместе. Да, мы пара. Что мы, недавно до нас дошло, что отношением уже три года. И наше первое свидание было 12 ноября. И по какому-то удивительному стечению обстоятельств, сейчас 12 ноября была премьера моего канала. Это никак не связанные вещи, просто мы поняли, что совпали эти две даты. Катя архитектор, Катя дизайнер, а познакомили нас дети. Потому что наши дети ходили в один детский сад. У тебя даже история знакомства ванильная и красивая. Ты не дослушала. В комедиях про прекрасного папу, который... Это официальная история знакомства и правдивая история знакомства. Есть еще неофициальная, но очень смешная история знакомства. После того, как мы официально познакомились с детским садом, я сижу в Тиндере. Листаю фотки. Там в Тиндере мои фотки, реальные фотки. И у меня все время совпадают пары. И те, с кем у меня совпало, пишут мне, ты не охуел чужие фотки ставить? Ты заебал, кто ты, урод? Зачем? Я говорю, это я. Мне говорят, да не посиди. Это не ты. И у меня совпадает один из людей, с кем у меня совпадает пара. Катя. То есть наше второе как будто бы знакомство, хотя мы уже знакомы, происходит в этой социальной сети. Это рабочая зона. Это наш рабочий стол. Тоже для двоих. Здесь я. Ну лошадок мог бы убрать. Мы спорили, обратишь ты на это внимание или не обратишь. И ты обратила. Это не специально, клянусь. Так, а эскизы здесь что? Это вы ремонт какой-то делаете? Нет, Катя архитектор и дизайнер. И здесь ее работа. А, она дизайнер? Она архитектор и дизайнер, да. То есть она делает интерьеры прям? Да, она может и дом спроектировать, и интерьер сделать. Класс, а я же дом сейчас как раз сделала. Добро пожаловать. Ты же удачно зашла. Но это красивые цвета, кстати. Она мне объясняла. А можно ничего, что мы смотрим? Ну то, что сверху можно, дальше не уверен. Она мне объясняла, сейчас для нее челлендж очередной. Это скетчинг маркерами. Оказалось, что это необыкновенно сложно. Вот она набивает руку. Вот это вот она рисует сама от руки. Для меня это хай-энд. Это невозможно повторить. А вот это вот она только учится. Впервые в жизни, послушай, я впервые в жизни понял, что такое, ну, семейная какая-то жизнь. То, что у меня не было такого, вот вообще никогда не жил с женщиной. Вообще никогда. С Жанной вы не жили вместе. Ну, сколько мы жили? Мы жили очень мало. Это был тот период, когда, знаешь, мы очень много путешествовали. Было все в первый раз. Все было в новинку. Все было на каких-то необыкновенных эмоциях. Это и сложно назвать. Жили вместе. Поэтому как бы нет. И это было сейчас отношение с Катей. Это абсолютно новое для меня. Никогда ничего подобного со мной не происходило. И я понимаю, насколько это круто. Насколько я этим дорожу. И насколько я благодарен судьбе, что я встретил этого человека. И я рад, что это произошло сейчас. Мне 36 лет. Я про себя подумал, что если бы это произошло еще через года 3, 4, 5. Не факт, что я согласился бы с кем-то жить. Ты знаешь, я скажу то, о чем я долго думала, когда я решила, что мы будем делать с тобой интервью. Спасибо за это. Нет, ты знаешь, я подумала, что это же действительно дико интересный феномен. С одной стороны, ты суперизвестный человек. У тебя действительно все время популярные рейтинговые проекты на первом. С другой стороны, ну вот когда ты говоришь, Дмитрий Шепелев, для меня ты очень милый. Ты настолько милый, что в какой-то момент это не очень интересно. Потому что, блин, ну хорошо. Что спрашивать у милого Дмитрия Шепелева? Он настолько как бы... И в этом и успех, но и большая драма, мне кажется, вообще твоей карьеры. Потому что, с одной стороны, тебя должны безумно любить бабушки. Ты такой классический внук Первого канала. И обрати внимание, все ведущие Первого канала, успешные в основном, это такие молодые, милые мальчики. Потому что это внук, вот сидит такая Антонина Алексеевна, пенсионерка, 63 года, и видит, что вот ее же внук, но только не тот, который пьет, курит и посылает ее нахер, а идеальный внук. И он ей что-то рассказывает. Меня очень критикуют, когда в Инстаграме или где-то какое-то бранное слово у меня проскакивает. У нее такой дома и так есть. Да-да-да, то есть мне нельзя, я понимаю, о чем ты говоришь. Ты понимаешь, что в этом твоя основная сила? Но вот мне кажется, что она такая. Я понимаю, что моя целевая аудитория – это, безусловно, женщины. Их 89% – те, кто подписан на меня или смотрят меня в Инстаграме, в Ютьюб. По статистике им 25-35 лет. Я понимаю, что эта возрастная категория меньше смотрит Первый канал. И, конечно, большинство из зрителей с Первого канала – это женщины. И я отдаю себе отчет в том, что, конечно, да, я вызываю у них какие-то теплые чувства. Ну да, еще идеальный отец и все. Но ты сам не устаешь и не считаешь драматичным, что это такой образ, из которого ты вообще не можешь как бы никуда выйти. Ты не можешь похулиганить, ты не можешь быть роковым, ты не можешь быть даже сексуальным, хотя ты вполне можешь им в реальной жизни быть. Ты – милый мальчик. Был до этого милый мальчик Малахов, потом вырос. В эфире программа «Доброе утро» на Первом канале. Был милый мальчик Ургант. «Бодрое утро» на МТВ, меня зовут Ваня. Тоже вырос. Ты пока еще в периоде роста, но ты, как бы, ты, Иван Ургант, там, 10 лет назад. Вот ты в такой вот находишься. Думал ты об этом? Я не думал над тем, что я не могу вырваться из этого образа. Это не так. Я считаю, что то, что сейчас самое происходит, эта программа, которую я веду, под названием «На самом деле», это далеко от слова «милый». Это жесткая программа, и она требует от меня жестких слов, жесткого поведения, жестких вопросов. В душе, я признаюсь тебе, я чувствую, что мне порой неловко говорить то, что я говорю. В эфире программа «На самом деле», это студия, в которой невозможно солгать. Второй вечер подряд проверку на детекторе лжи проходит муж Лолиты Милявской, Дмитрий Иванов. Просто в силу того, что я там боюсь обидеть человека или боюсь показаться резким, я не всегда умею быть таким резким. Просто не перебивайте, все работает, не тревожьтесь, мы вас слышим. Но то, что сейчас происходит, это не милый мальчик. Милый мальчик повзрослел, у милого мальчика есть история, и я думаю, что это очень важная веха в моей телевизионной карьере. Я за это очень признателен. Ну, ты там роняешь слезу периодически в этой программе. Когда речь заходит о детях, я редко могу сдержаться. Я очень это принимаю как-то близко к сердцу, и поскольку мы очень много снимаем программ, которые посвящены каким-то криминальным расследованиям, или вот я помню, меня особенно затронула история, я не помню, в каком городе это было, когда школьники стреляли в одноклассников, не помню название города. Я с трудом говорил. Я понимаю, что отцовство, оно меняет как-то так, что ты не можешь равнодушно воспринимать. Вот ты не наигрываешь, у меня сейчас ощущение, что ты немножечко наигрываешь эту ситуацию. Реально нет. Реально нет. Я ничего не могу с собой сделать. Я понимаю, что для вас сейчас крайне неприятная ситуация. Что говорила тебе Жанна? За что она в тебя влюбилась? Вот за что, мы точно никогда не обсуждали. Нет, но она говорила тебе, Дима, ты такой сексуальный мужчина. Или Дима, ты такой добрый. Дима, ты такой щедрый. Ну не знаю, что-то женщину всегда она обозначает. Это за что? Когда мы в шутку с ней это вспоминали, она вспоминала, значит, рассказывала про нашу с ней встречу за кулисами программы «Достояние республики». Это ее прямая речь сейчас. Я не приукрашаю. Она рассказывала, значит, о том, что вот она видела всех, и она говорит, вот стоял ты. Вот с такой статью, вот так одетый, и как будто бы немного пренебрежительно, там, смотрящий на всех. Почему-то это первое, на что она тогда обратила внимание. Мне сложно это прокомментировать. Я же не вижу себя со стороны, поэтому мне, ну, сложно. Чем закончилась вся эта история с родственниками Жанны? Она ничем не закончилась. Не, ну я имею в виду, что вот честно, я даже не особо в это вникала перед нашим интервью, потому что я не хочу особо об этом говорить, но вот у меня, как у большинства, наверное, людей, все равно было какое-то ощущение жуткого трэша вокруг вот этого какого-то деления, разборок, вот там наследство Жанны, ее родственники, ты, разные позиции, ссоры из-за ребенка, вот чем-то это закончилось, вы нашли какой-то баланс, мир, и вообще тебе не жалко, что тебе пришлось все равно быть втянутым вот в эти какие-то немножко коммунальные, во всем случае, так со стороны это выглядело, что это немножко коммунальные такие разборки. Это произошло против моей воли, и я несколько лет вообще молчал и никак не комментировал происходящее, потому что я считал неправильным это делать. Слушай, я, отвечая на твой вопрос, продвинулись мы, нет. Мы не продвинулись. То есть вы по-прежнему вообще не общаетесь? Общения нет никакого по решению... С сыном они не видятся? С внуком они не видятся. Ну, с твоим сыном. Есть решение суда, которое инициировали они, и они хотели определить порядок общения с ребенком. Я убеждал их этого не делать, когда еще были отношения. Я говорю, это будет против вас, не нужно. Они ведь, у них была возможность, они виделись, там, мама Жанны была у меня в квартире не один раз, и я оставалась с Платоном. То есть все более-менее было нормально. Но они подают на меня в суд и требуют установить определенный порядок общения с ребенком. Что типа ты не разрешаешь им встречаться? Нет, просто вот официально, чтобы они, значит, официально, причем там требования с той стороны были, чтобы он там жил у них. То есть не он от меня к ним ездил, а от них ко мне. Нет, ну то есть там были совершенно неадекватные требования. Суд установил порядок общения полтора часа, два раза в месяц. На эти свидания они не приходят. До сих пор. До сих пор. Но зато они регулярно приходят на те ток-шоу, которые рады их видеть, и рассказывают, какой я ужасный отец, что я не даю возможности видеться с ребенком. Почему так упирается Шепелев? Что такого, что внук будет воспитываться бабушкой, а не будет воспитываться, например, нянечкой? Ну вообще непонятно. Какой-то тупой принцип. Что это значит? Вот сейчас, например, если им позвонить и предложить увидеться с Платоном, они еще не приедут? Или ты что, ты против того, чтобы они общались? Я сейчас отвечу. У меня есть абсолютно четкий ответ на это. Первое и главное, о чем я думал, вообще находясь во всей этой ситуации, я хочу, чтобы ребенок рос в спокойствии. Чтобы его там не ебали, на кого он похож, а помнишь ли ты мамочку и вот прочие вот эти вот штуки. Мне важно, чтобы он находился в комфортных для себя обстоятельствах. У него и без того начало жизни было достаточно драматичным. Я хочу, чтобы он рос в спокойствии. С моей стороны была одна и главная просьба и требование. Не надо публиковать фотографии с ребенком. Не надо таскать ребенка на телевизионные эфиры. Оставьте ребенка в покое. Но как только не стало Жанны, все по очереди с удовольствием выкладывают фотографии, которые они наделали там за время. Я спрошу, зачем вы это делаете? Для чего вы это делаете? Я прошу этого не делать. Мне никто не отвечает. Мне никто не отвечает. А после этого они сейчас уже всей семьей идут на ток-шоу и рассказывают о том, какой я плохой. А при Жанне этот конфликт уже начинался? У вас уже тогда были плохие отношения? Почему? Я не могу объяснить причину происходящего. Может быть, можно говорить там все что угодно, что там отец, там переживает за свою дочь. Я не знаю, я не могу это никак. Нет, ну подожди, вот была жива Жанна. Вы тоже не общались? Она не общалась? Она не общалась с отцом. Не общалась? За те два года, которые прошли от нашего знакомства до ее болезни, когда мы узнали о диагнозе, я видел ее отца один раз. А она тебе сама что-то говорила, вот как бы ей хотелось? Ведь ей же наверняка бы хотелось, чтобы Платон все равно сохранял отношения с дедушкой. У нее были тяжелейшие отношения с отцом. Они не разговаривали по полгода. И как это там аукнется на Платоне, мы не обсуждали. Она предупреждала, что они, безусловно, будут гадить и там в силу возможности бороться. Ну что бороться? С момента кончины Жанны прошло 4 года. 4 года длятся судебное разбирательство. Обо всем, по любому поводу. Что неправильно там было распределено наследство. Неправильно там были проданы какие-то доли в доме. То есть все что угодно. Что должны Росфонду, не должны Росфонду. Неправильно, значит, порядок общения определенный и прочее. То есть на сегодняшний момент по-прежнему есть судебный иск. Если ты помнишь, Первый канал собирал деньги на лечение жанра. Да, да, конечно. Собрали здоровые огромные деньги. Там было что-то около единицы. Миллиона евро, да. Огромные деньги. Часть из них действительно потратили на лечение Жанны. Все остальные лежали на ее счету. И за каждую потраченную там в медицинских целях и только в медицинских целях копейку мы отчитывались, отправляли справки. Там чеки и прочее, прочее, прочее. Жанны не стало. И когда приходит момент, как это называется, когда нотариус распределяет наследство, открываются все счета и мы узнаем, что, во-первых, на ее личных счетах ноль. И на этом счете Русфонда, где было 21 миллион, ноль. Мы смотрим выписки из банка. За три или за пять дней до ее смерти эти деньги снимают со счета. Кто это делает? Сделают родители Жанны. После чего внук, как один из наследников, становится должником. Ну, скажи мне, пожалуйста, как это объяснить? Как можно сказать хорошее? Ты кинул своего внука на 7 миллионов рублей. Хорошо. Должником почему? Потому что... Потому что это долг Жанны перед Русфондом, а этот долг делится на трех ее ближайших людей. Ее родители и ее ребенка. А как этот долг получился перед Русфондом? Почему он? Потому что они забрали деньги. Все, поняла. То есть родители пиздят деньги. Русфонд говорит, к моменту ее кончины было не израсходовано столько. Вы обязаны нам вернуть. Верните нам эти деньги. А там ноль. Суд. И ты что, ты вернул эти 7 миллионов за них или как? Что с этим происходит? Я выплатил долю Платона. Ну, он же не может за себя заплатить. Поэтому эти деньги выплатил я. Ну, как, по-твоему, любящий бабушка и дедушка будут делать такую хуйню? Они говорят, окей, нам ничего не надо. Мы все записываем на ребенка. Квартира, ребенку. У нас все есть. Дом, ребенку. У нас все есть. Я выкупаю долю в нашем доме с Жанной. Оформляю ее на нас. Но перед тем, как это сделать, я смотрю, что эта доля оформлена угадай на кого? Не на ребенка, а на бабушку и на дедушку. Это не про любовь. Это про жадность, воровство и подлость. Вот о чем эта история. И я буду вынужден сказать об этом своему ребенку. Может быть, не через год. Но я скажу ему правду. Как только не стало Жанной, первое свидание с дедушкой у Платона было на детской площадке. Он пришел на эту площадку с оружием? С оружием? Он приперся на площадку с пистолетом. И если бы не охрана, я не знаю, что было бы то. А зачем он пришел с пистолетом? Он угрожал мне. Он угрожал мне. Ты шутишь сейчас? Нет, я не шучу. Я клянусь тебе, что это было. Это еще не все. Вот он пришел с пистолетом на детскую площадку и стал говорить, я тебя убью или что? Между нами встал охранник и увел его в сторону. Что было бы, если бы охраны не было, я не знаю. У меня сейчас голос дрожит от тебя об этом рассказываю. Это не все, что происходило. Через несколько месяцев мы с Платоном возвращаемся в квартиру, в которой мы жили. Нас поджидают пять... Сейчас на телевидении нельзя говорить, да? Кавказцы или что-то. Это Ютуб, все можно. Да. Пять человек, двое из которых находятся в федеральном розыске, как я потом узнал. У нас с нами есть охрана. И что они хотели, я не знаю. На глазах у меня и моего ребенка моему охраннику ломают руку. Он закрывает нас своим телом, а они пытаются избить его и дать допуск дедушке, который там протягивается, тянет руки к внуку и бьет меня. Это происходит, когда я держу на руках своего ребенка, которому тогда два года. В суде это... Я сейчас клянусь, это... Слушай, ну, есть же заявление в полицию, которое не стало это расследовать, там, по тем или по каким-то другим причинам. Но это факт. Ты понимаешь, во всей этой ситуации отвратительно то, что... Ну, по факту, все равно страдать от этого будет Платон. И там, то, что взрослые между собой там как угодно ссорятся, это одно. Это можно пережить. Но то, что ребенку потом, через какое-то количество лет, смотреть в Ютьюбе все эти мерзкие программы, в которых участвуют люди, которые являются его родственниками. Я не знаю, как ему это объяснять. Сейчас я больше всего жду внука, потому что, видите, терял дочь. Еще сделали второй удар по сердцу, отобрали внука. А он спрашивает вообще, где дедушка? Не будем забывать, что у Платона есть замечательная бабушка и дедушка мои родители, и они проводят очень много времени вместе. И это круто. Это круто. Ну, а вы ему говорите, что вот у тебя есть дедушка, там, папа, мама. Или вот вы за эту тему. Я могу тебе сказать, что Платон, не зная деталей, рассказывает мне о каком-то кошмаре, который ему запомнился, о том, что он говорит, я помню, что тебя бьют, а ты кричишь, не подходите к ребенку. Он не знает, кто участвовал в этом. Но он помнит, что это происходило. И это единственный кошмар из его детства, и я надеюсь, последний кошмар, который он будет вспоминать. Поэтому я ничего не говорю, я ничего не объясняю. Нам наверняка придется об этом когда-то поговорить, но это точно будет, ну, не сейчас. Многие люди сегодня выражают протесты. Делают это, кстати, самые иногда неожиданные люди, например, как гость твоего YouTube-шоу «Эльван». Смотри на меня вот, когда ты очень злой. Вот так смотришь, рэпер и рэпер, вроде Стимати, Блэк Стар, понятно, такая, ну, попсовая рэп-культура. А потом раз, и перечисляет деньги на журнал «Нью Таймс». Большую сумму, поддерживает либеральные ценности в России. Вот в такой протест никогда не было желания уйти, постоять с плакатом «Я, мы, Устинов», походить к Мосгордуме, поучаствовать в митингах. Я не чувствую себя гражданином этой страны. Я благодарен стране за то, что она дает мне работу, за то, что она дает мне возможность быть жить. Ну, у тебя паспорт российский же есть уже? Нет. Я гражданин Беларуси, я не гражданин России. Почему? Я не хочу отказываться от своего гражданства. Беларусь моя страна. Почему я должен сказать нет? Ну, ты же можешь получить второе гражданство. Зачем? Ну, ты это не делаешь из-за налогов или из-за чего? Я не делаю это по убеждениям. Я гражданин Беларуси, я не хочу отказываться от своей страны. Блин, сейчас бабушки выключат первый канал, ты их внук... Я никогда не скрываю этого. Я понимаю, но как? Ну, ты же вот в этой стране, тебе она дала карьеру, новую жизнь, любимую женщину, сына. И ты не чувствуешь себя гражданином России? Я не чувствую себя в этом смысле гражданином России. Более того, я не чувствую за собой право критиковать эту страну. И говорить, что, по-моему, вот здесь должно быть так, а здесь вот так. Вот это законно, а это незаконно. Вот это давайте поменяем. Ты себя чувствуешь чужаком? Я не чувствую себя здесь своим до конца, безусловно. И поэтому я считаю, что уж мне-то точно не надо сопли здесь развозить и говорить, что я считаю правильным, что нет, потому что я здесь никто в этой стране. Хорошо. А Лукашенко, ты чувствуешь себе право критиковать? Нет, потому что я не живу в той стране. Блин, ну у тебя вообще очень удобная жопокровская позиция. Там я не живу, не могу критиковать, а тут у меня нет гражданства. Ну это, блин, это вот опять про твою такую обтекаемость. Это же классная возможность не говорить про политику ни в Беларуси, ни в России. Я не революционер, безусловно, поэтому я этого не скрываю и я с такой критикой не выступаю. Мое твердое убеждение, что если ты делаешь какие-то заявления, ты твердо должен быть уверен в том, что ты понимаешь, о чем ты говоришь. Но ты вот читаешь книжки Алексеевич. Я за собой не чувствую за собой такого твердого, вот веру в свои знания и в мою подготовку, в мою начитанность, в том, что я знаком с политической конъюнктурой и другой, что я могу от себя делать заявление. Это хорошо и это плохо. Я благодарен за то, что мои родители никогда не голодали. Скажи мне, правда, что твоих собак зовут в честь Путина и Лукашенко? Это совпадение. Это очень забавная история. Так кто из них, во-первых, Путин, кто Лукашенко? Это не Путин и не Лукашенко. Это Пу, а это Лу. Вот смотри, проснулась. Пу проснулась. Мы купили собак, слушай историю, мы купили собак с разницей, этих собак с разницей в несколько недель. И когда купили первую, первую была вот эта вот, которую зовут Пу, мы едем с ней в машине и обсуждаем, значит, как же ее назвать. А в этот момент как раз день инаугурации Владимира Путина. Мы начинаем рассуждать про то, что, значит, это китайская порода, которая жила при императоре, и она, значит, жила при дворе, и абсолютно бесполезная, но очень красивая. И вот эти все мысли у нас соединяются в голове. Значит, китайская, император, инаугурация, Пу! Решили мы и так назвали эту собаку на китайский манер. А когда появилась вторая собака, мы точно так же едем в машине, держим маленького щенка, и я говорю, знаете что, у вас свой император, а у меня свой. Поэтому эту будут звать Лу. Нам не хватает еще одной. Но они дружат как-то. Они сестры. У них прекрасное общение. Да, еще, еще мне кажется, Зе не хватает. Зе, безусловно. Зе. Чтобы уже была тройка лидеров. Итак, суперигра. Я, кстати, почти во всех играх Первого канала выигрывал. Вот, сейчас посмотрим. Кроме, кто хочет стать миллионером. Какая скользкая дорожка. А вот я тебе говорил. Вот это-то и иллюстрирует дальновидность господина Шепелева. Сейчас посмотрим, выиграешь ли ты в нашей игре. Три раза обосрался. Итак, у нас игра тест. Давай. Ты должен выбрать правильный для себя вариант ответа. Твой ребенок ел вишни и поперхнулся косточкой. Да. Твои действия. А. Ты сделаешь прием геймлиха. Б. Ты будешь звонить в 0-3. В. У тебя такое вряд ли возможно, потому что ты делаешь все, чтобы ребенок не подавился. Правильного ответа здесь нет. Нет. Правильного ответа здесь нет. В действительности нужно, поскольку такое было, я знаю, что нужно в этой ситуации делать, нужно достать рукой эту косточку. Если нет, тогда делать вот так. Да, но это, знаешь, что это за прием. Да, но это не всегда работает, поэтому лучше рукой эту штуку доставать. Это прием геймлиха. Я, кстати, не знала, что вот это вот так вот резко. Вот это, это геймли. Так, второй вопрос. Твой ребенок, Платон, говорит тебе, что теперь он панк. Да. Прокалывает уши, ноздри, делает иракез, говорит, что он молодой куртко, как ты говоришь. Куртко? Бэйн. Да. Итак, А. Ты объясняешь ему, что так жить нельзя. Б. Ты слушаешь с ним секс пистолс, ходишь на концерты панк-групп, покупаешь ему косуху и гитару. В. Ждешь, что он перебисится. Вариант Б и В. Потому что сейчас вариант Б происходит. Он сейчас фанатеет от нирваны. Я не знаю, как это произошло. Я думаю, что первое, конечно, семя бросил я и дал ему послушать, но его зацепило. И ты не поверишь, мы едем в детский сад или там по нашему в машине в месяц, когда он просит включить, потому что рок. Я говорю, говори какой. Ксюша, у нас играет Нирвана, у нас играет Фу Файтерс, Клэш, Секс Пистолс и прочее, что я не тогда, а там в детстве, не сейчас не слушаю. Подожди, а с современными рок-группами не хочешь его познакомить с какой-нибудь группой порнофильма, например, ввести на концерты? А что ты шуешь, я включал? Включал порнофильмы? порнофильмы. Нравится ему? Он сказал, нет, ему не понравилось, но я включал одну песню, там я выбирал, чтобы там было что-то аккуратно, я не помню, там что-то протерпеть или ждать, или кто мы, я не помню название. А шорт Парис включал? Нет, я сейчас взял телефон поискать, что я ему включал. А, класс, давай, поищи, да. Короче, но я думаю, что это реально быстро закончится, но знаешь, что он мне сегодня утром сказал? Он говорит, я хочу покрасить волосы, у меня реально нет нормального ответа, как его уговорить, он не делает, я говорю, тебя не пустят на учебу, он задумался. Так, ну ты пока ищи, у меня следующий вопрос. Давай. В каком возрасте и как ты расскажешь сыну про безопасность секса и использование презервативов? А, сынок, бойся венерических заболеваний, это поможет тебе, кладешь перед ним пачку презервативов. Да. Б, сынок, женщина коварная, сегодня она признается тебе в любви, а завтра говорит, что беременна от тебя, требует квартиру в Москве и деньги на содержание. Сюжет моей программы на Первом канале. Кладешь перед ним пачку презервативов. И вы подкладываешь ему пачку презервативов в карман, в рюкзак и ничего не говоришь. Вот. Вот ради этого выражения лица мы и делаем этот тест. Я реально думаю, что, во-первых, скоро, уже очень скоро придет то время, когда я подойду к его двери, там будет висеть табличка «Не входить». Да. А следующее, что после этого будет, папа, познакомься, это Марина, и мы женимся. Так в какой момент и как папа расскажет ему про презервативы? Со мной в детстве было так. Я был в девятом классе. Так. Я уезжал, значит, на какой-то там, ну там, с одноклассниками. Был разложен чемодан, и я вижу свои вещи, отхожу ненадолго, возвращаюсь, а сверху на моих вещах лежит, значит, квадратная коробка, и там голые, значит, бабы, как из дешевых карт игральных. Знаешь, вот это. Я говорю, что? Мне говорят, возьми. Больше вопросов я не задавал. Мама. Папа. Папа. Купил в киоске через дорогу, да. Так, хорошо. Так что ты сделаешь? Про коварных женщин нет. Почему, кстати? А почему про коварных женщин нет? Или это только материнское? Мне уже хочется ему рассказать про коварных женщин. Ему еще три года только исполнилось, я уже хочу скорее рассказать про коварных женщин. Я очень боюсь. Представляешь, такая приедет в поезде с мамой, скажет, Ксения Анатольевна, здрасте. Я Снежана. Как этот фильм взгляни, как в фильме Елены. Помнишь, да? И они в твоей квартире. Да, пипец, понимаешь? Не знаю, может быть, потому что у меня не было никогда таких женщин подлых, поэтому я не придаю этому значения. Я, слушай, пожелаю ему наслаждаться. Спит, не спит. Так, дальше. Продолжаем тест. Немного еще осталось, потерпи. Твой сын приходит к тебе и говорит, что ему нужно 50 тысяч долларов, чтобы начать собственное дело, стартап. Да, да, да. Твои действия. Ну, это не сейчас, это вот он уже ему будет. 18 есть уже? Хорошо. Да, услышит про Сколково, да. Ты, а, дашь ему эти деньги, б, ты потребуешь с него бизнес-план, оценишь риски, перспективы и в зависимости от этого примешь решение. В, ты не дашь ему денег, пояснив, что нужно учиться самостоятельно искать, рисковать и зарабатывать. Если нужны деньги, для этого есть банки, краудфандинг и масса других инструментов. Я реально не знаю, как поступить, потому что у него есть эти деньги и он получит их, когда ему будет 18. И вот что он с ними сделает? Купит 3 ламборгини или начнет... Скорее всего, поверь мне, купит ламборгини, если ты ему до этого не объяснишь про бизнес и заработок. Поэтому, если представить, что этих денег нет, то я... последний вариант. Последний вариант. Что есть банки. Есть банки и сделай это сам. Какие навыки твой ребенок должен точно приобрести? А, он должен научиться постоять за себя. Б, он должен получить музыкальное образование, научиться разбираться в литературе и искусстве. В, он должен научиться обращаться с деньгами, научиться зарабатывать и ценить свой труд. Вот представь, что ты можешь выбрать только один из этих трех вариантов, понять, что хочется все. Но тебе говорят, вот либо твой ребенок сможет постоять за себя, либо он будет очень музыкально одарен знать все про литературу и искусство, либо он будет обращаться с деньгами правильно, научиться зарабатывать, ценить свой труд. Вот есть только три варианта. Никакие совместить нельзя. Я думаю, что в этом смысле труд облагораживает. Поэтому я выберу последнее. Мне очень хочется, чтобы мой сын был самостоятельным парнем. И я уже сейчас, вот ему 6 и 8, я задумываюсь над тем, как сделать так, чтобы он каждый день все больше и больше там проявлял самостоятельность. Он, например, знаешь, я ему подарил будильник, он хочет, значит, вставать сам. Он не хочет, чтобы я его будил. Он хочет, значит, понимать, что он точно так же, как и семья, встает рано, он на 7 утра заведен, и он дико расстраивается, когда он просыпает и не слышит этот будильник. Но все равно, значит, я его не тормошу, и вот теперь это его зона ответственности. То есть он должен сам встать, он знает, что вот в такое-то время мы должны выйти из квартиры, он сам приводит себя в порядок, чистит зубы, одевается, я ему уже помогаю с пуговицами, и мы выходим. И это каждый день происходит, он становится все более и более взрослым и самостоятельным, и моя роль становится совсем другой уже, не какая-то роль там просто там позаботиться, там что-то как-то, а уже более какая-то созидательная. Поэтому из всех вариантов, которые ты предложил, конечно, я выберу последнее, и он тогда точно будет знать, где себя применить, ведь деньги – это не цель, процесс гораздо важнее. Больше всего вариантов ответа «В» – это значит, что ты очень взвешенный папа. «В» взвешенный? Да, взвешенный, «В» авторитарный. Какая твоя любимая программа из всех перечисленных? «Прайм тайм», потому что ты ее сейчас делаешь? Я больше всего люблю свое наивное и невинное время на Первом канале, поэтому, наверное, самые первые программы «Достойние республики», когда я чувствовал, что как будто бы я всунул голову в телек, и вокруг меня ходят вот все эти люди, которых ты привык видеть по телеку, и они живые. Рядом сидит Юрий Александрович Николаев, который курит, заходит, там, Леонид Парфенов и спрашивает, и говорит, «А вы знали, что гонобобель – это черника?» Ну и прочее, понимаешь? И мне казалось, что я сплю. Это было фантастично. А сейчас уже немножечко такое вошел в процесс постоянных съемок. Все это… К тому, что сейчас происходит со мной, я отношусь профессионально. Я понимаю, что я поменялся. Я отношусь к происходящему как к работе, которую я уважаю, которую я должен сделать. Это хорошо или плохо? Это циничный и взвешенный подход. Потому что я понял, что иногда по-другому просто невозможно. Я, видишь, еще раз, наверное, вернусь к Николаеву, когда мы с ним только встретились в 2009 году. У нас был какой-то разговор с редакторской группой, нас много, и он, значит, роняет фразу, говорит о том, что телевидение – это не искусство, это ремесло. Я помню, как меня тогда это возмутило. Говорю, «Как? Ну как? Ну вы вот такой великий и заслуженный, и ну как ремесло?» И сейчас, спустя 10 лет, я понимаю, что он был прав. Ну блин, ну конечно, но не искусство же, не знаю, я никогда таких иллюзий не был. Поэтому к тому, что происходит сейчас, я отношусь, я очень это ценю, я мечтал об этом. Но я не скрываю, что я часто берегу себя в том, что происходит сейчас со мной на Первом канале. Ты смелый человек? Ты бунтарь? Я не бунтарь, но мой вот сейчас уход в YouTube это мое желание делать то, что мне искренне интересно. Что значит быть классным папкой и как успевать воспитывать детей, когда ты, ну вроде как, звезда? А это разве не ощущение того, что просто сейчас, как у всех есть страница в Инстаграме, так у всех должен быть YouTube? Нет, мне никогда это не было нужно. Я реально понимаю, что мне интересно говорить с теми людьми, которые мне приходят. Мне хочется с ними делиться моими наблюдениями о моем сыне, обо мне, как об отце, и слушать их эти рассказы. Мне в этом комфортно. Но ты же можешь их пригласить к себе на шоу, ты можешь с ними общаться на Первом канале, или там это совсем по-другому? Возможно, это можно сделать, но пока... Ну блин, зачем тебе заводить маленький YouTube-канал, если у тебя есть огромный, первый, со всеми возможностями. Я хочу самостоятельности, поэтому я... Ты знаешь, за меня на протяжении лет в моей телевизионной карьере много принимали решения, и я хочу быть самостоятельным в этом. Пусть это будет первый шаг. Я не возражаю, чтобы это шоу вышло на Первом канале. Почему нет? Но мне реально по кайфу, что я собрал команду, что мы с... там, единомышленниками, с одним, другим, третьим, довели эту идею до ума, сняли все это и запустили. Тебя прет YouTube точно так же сейчас. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ну понимаешь, в YouTube, я тоже вот сейчас прохожу и учусь, и тоже я только в процессе, люди очень ценят какую-то неправильность, какую-то в этом смысле трушность, умение быть и каким-то и смешным, и нелепым, и плохим, и дислайки тебе накидать, и так далее. Мне очень сложно представить человека, который поставит дислайк Дмитрию Шепелеву, даже если он не пожилая бабушка, потому что тебя как бы не за что ненавидеть, но и вот любить глобально тоже не за что. Ты просто человек, который вызывает хорошие эмоции, но они такого всегда очень ровного уровня. Вот как ты будешь покорять YouTube с такой милой энергетикой? Хер знает, посмотрим на просмотры, реально не знаю, что с этим совсем делать. Я очень верю в этот проект. Это все, что я могу сказать. Первый зубик. А где? А в смысле хранить? Его хранят? Некоторые хранят. Зачем? Некоторые хранят пупок. Да ты что? Не вздумай этого делать. Какашечки не хранят вот эти вот первые? Спасибо. Обалденный разговор. Я знаю, что в этом парке вы часто гуляли с Жанной. Такое было ваше место, да? Это, да, это место силы. Нам обоим здесь очень нравилось. Жанна недалеко жила на улице 905 года. И да, мы здесь часто прогуливались. Я с удовольствием сюда возвращаюсь. Мы часто здесь бываем с Платоном. Здесь он учился ездить на велосипеде. И здесь прям погнал по-настоящему. Я очень люблю это место. А ты думаешь, ты бы остался с Жанной, вот если бы жизнь сложилась иначе? Понятно, что история не имеет сослагательного наклонения, но вот представь, она была бы здорова, все в порядке. Ты думаешь, вы бы поженились, вы бы стали жить вместе? Или это была бы такая, ну, просто красивая история, которая бы быстро закончилась? Я сделал ей предложение, она ответила мне согласием. Я думаю, что, конечно, если бы не, опять, используя какое-то слагательное наклонение, то, конечно, мы бы стали мужем и женой. Я, ты знаешь, я задаю себе, почему я у тебя переспросил, я задаю себе этот вопрос, потому что я знаю ее очень легкой, воздушной, безответственной, влюбленной в жизнь красавицы. Я не знаю ее мамой, я не знаю ее женой, и поэтому я не могу до конца, ну, по-настоящему ответить на этот вопрос. Понимаешь? Для меня она останется вот этим вот светлым мотыльком, который был в моей жизни. Вот смотри, ты же сам понимаешь, как устроено брендирование человека. Вот каждый человек с чем-то ассоциируется. Рената Литвинова манерно говорит, декаданс, с большим вкусом, алые губы. Ксения Собчак скандалистка, что-нибудь сейчас чебучит, какой-то вопрос задаст. Шнуров матом ругается, плюется на сцене, выпивает, классно веселит народ. Дмитрий Шепелев, классный отец, очень милый парень. Вот, ну это так, согласись. Я не буду с этим спорить. Это стало твоим, понимаешь, таким счетом. И получается, что если эту часть из тебя убрать, часть того, что Дмитрий Шепелев классный отец, то что там останется? Там останется мужчина, который никогда не хотел внимания. Это то, та мысль, к которой я очень часто сейчас возвращаюсь. Я клянусь, я никогда не хотел славы. Не хотел, чтобы меня узнавали на улицах. я никогда не стремился в телек для того, чтобы там по мне сохли девчонки. Сейчас я анализирую то, что со мной происходило и происходит, и я понимаю, что я хорошо делаю то, что мне дано. Я там умею расположить к себе. Мне интересно разговаривать с людьми. Я круто делаю свою работу, я профессионал, но за этим нет каких-то больших амбиций. славы, признания, поклонников. Вот этого там точно нет. И если ты заберешь от меня вот этот образ папки, милого парня, там останется спокойный, самодостаточный молодой мужчина. я не скрываю от Кати, что я очень дорожу этим прошлым, которое было в моей жизни. Я не отказываюсь от него. Я очень это ценю, потому что это очень многому меня научило. Это переломало меня так, что я чувствую себя другим человеком, я благодарен за это. Но я не хочу жить той жизнью. И если за меня решили так, что должно произойти вот так, я с благодарностью это принимаю, и я начинаю новую страницу своей жизни. Я не хочу жить прошлым. Я не чей-то муж. Я это я. И мне есть что сказать об этом. Поэтому были бы мы вместе или не были бы мы вместе, я не знаю. Я очень как это подобрать правильное слово. Иронично думаю об этом, когда понимаю, что там есть, например, такая ситуация, как твоего Платона, когда он оказывается между двух огней, и родителям нужно о чем-то договариваться для того, чтобы... Ну, ты понимаешь, а мне ни с кем не нужно договариваться. и это, наверное, хоть и трагичная, но положительная сторона всей этой истории. Спасибо. 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 Игорь Негода Игорь Негода